Добрый день всем! Любимая тема, о которой можно говорить бесконечно и о которой меня попросили рассказать, это ароматы на лето, то что сейчас носится, ну можно сказать даже и на весну все еще, потому что погода у нас такая совсем не летняя в Латвии, в Риге в этом году. И хотя у меня были такие видео, их можно найти в плейлисте «Парфюмерные болталки», тем не менее, как сказали, вкус, возможно, иногда меняется, появляется что-то новое, и десятка или не десятка, но во всяком случае на этом столике наиболее употребляемые сейчас, наиболее любимые ароматы, с которыми хотелось бы вас познакомить вкратце, не расписывая подробно пирамидки, потому что это у нас будет такое любительское видео, не для профессионалов. В кадре меня не будет, фотоаппарат у меня сломался с поворотным экранчиком, и теперь я могу вам показывать только такие красивые виды, ну мне кажется, они нисколько не хуже. С чего же начать? Если в целом говорить об ароматах этого лета, то по большей части это какие-то разнообразные цветочные ароматы. Как мне кажется, что они цветочные, хотя может быть в составе у них там много всего интересного. Тем не менее, тема фруктов, темы каких-то восточных, гурманских, она потихоньку отступает. Есть еще любимчики и в этой категории, но все же я заметила, вот выставив на столик мои такие любименькие ароматы, что здесь больше, конечно, различных цветочных ароматов. Тема розы захватила последнее время, и много розовых ароматов сейчас использую, но один из любимых, вот у меня такой отливантик, розовый Ноктюрн, и написан вот так, Терри де Гунсбург. Все время хочется сказать Гинсбург, но Гунсбург написано. Возможно, так оно и есть. Такой невероятно насыщенный, невероятно красивый аромат и розы, и розовых кустов, и просто завораживает. Хочу что-то найти еще. Тут уже заканчивается. У нас нет, у нас на сайте есть только розы инферналы этого же, так сказать, бренда, этого парфюмера, но подозреваю, что само слово инферналы предполагает, что там будет что-то очень мрачное, тяжелое, а здесь это вот это такая розовая, жизнерадостная, красивая. Ну, будем искать. Как там платье с перламутровыми, буговицами, халат, будем искать. Еще один красивый цветочный аромат. Меня просто завораживает. Тут у меня такая миниатюрка. И хотелось бы, конечно, может быть, найти и в более полноразмерном флаконе. Это у нас фрагонард. И что-то просто цветочное. Вот именно цветочный, красивый аромат. Это явно по своей такой сложности. Все-таки относит к каким-то более ранним годам, может быть, 90-м, точно не знаю, когда этот аромат был произведен. Но он такой сложный, многоходовый, как можно говорить о какой-нибудь шахматной партии. И это все там ощущается. Это прекрасно. Это просто что-то невероятное. Очень стойкий, долго держится. И вот преимущественно, я думаю, какие-то белые цветы, но красив невероятным. Теперь я как бы заинтересовалась, но у нас его тоже нигде невозможно найти. Вот такая маленькая миниатюрочка спасает. Из дешевых и доступных на сайтах Кэти Перри именно такой аромат, который, как видите, чуть-чуть фиолетового цвета. Не помню, было ли это какое-то лимитированное издание, но тем не менее, на сайтах его можно купить. Тридцаточка стоит очень недорого. Флакончик замечательно красивый, вкусненький. Вот это такой вкусненький. Отсылает тоже непонятно, то ли куда-то немножко к чему-то гурманскому, то ли к чему-то фруктикам. Но все так красиво смешано, перемешано, намешано, что в конечном итоге ты ничего не понимаешь, просто вот нравится, чтобы он где-то был. И тоже очень-очень стойкий, хотя цена, ну, прямо скажем, смешная. Когда надоедает что-то сладенькое, хочется чего-то кисленького, и тут из моих таких любимчиков Диора Дикт. Просто Дикт, или я не знаю, что-то Диора Дикт 2, может, какой-нибудь. Ну, вот тоже такой розовенький аромат. Кислинка просто замечательная, очень интересная такая, оригинальная. Она мне нравится. Тоже с удовольствием использую. Поддержим своих местных производителей, что называется. Парфюмерия завода Дзинтерс, которая у нас тут находится в Риге. И из нее выбрала вам показать два аромата. Этот, который грейпфрутовый такой, очень-очень приятный, сладковатый такой, тоже свежекисловатый, и скорее фруктовый, конечно, чем цветочный. Серия у них называется вот так. Вот я вам показываю флакончик и номер, поэтому вы найдете его и как бы сможете сами попробовать. В этой серии есть несколько ароматов, но вот этот мне как-то приглянулся больше всего. Может быть, потому что мне нравится грейпфрут и вообще все в таком направлении. Кисловато-сладковатым, но свежим. Редкое сочетание, когда прихожу, начинаю приставать в каком-нибудь парфюмерном магазине и в этом направлении спрашивать, мне всегда что-то подсовывает или сладкое отдельно, или наоборот какое-то кисленькое. И вот таким образом меня познакомили с ароматом Прада канди, канди, канди. Фло, фло, ра, ле. То есть это один из, как называется, фланкеров, то есть после такой сладкой, канди, канди, вышел вариант вот такой. И он и сладкий, и одновременно немножко цветочный. Очень-очень-очень приятный. Понравился, зацепил. вот уже заказала второй флакончик 1 уже весь как это горят вы выпит выпит выбрызган замечательный на лето так еще вот один аромат джиндерс это уже чисто цветочный аромат здесь очень красивый лилии и что-то еще такое же в этом же направлении потрясающе не ожидала как-то его все время обходила а потом вдруг открыла для себя когда наступили прохладные дни красив недорого стоит доступен можно в любом киоске джиндерс купить и я думаю что если вы еще с ним не знакомы попробуйте потому что аромат того стоит из рефлемовских ароматов там много у меня любимчиков и сложно было выбрать просто пыталась но как-то не смогла определиться выбрала те три аромата которые я чаще всего использую любимых много но это мои такие фавориты это love или garden замечательный аромат как видите тоже уже заканчивается тоже что-то очень теплое приятное какое-то молоко какая-то груша груша в молоке в общем вот что-то в этом направлении замечательный аромат мне нравится в принципе в любое время года не скажу что только весна лето и зимой замечательно когда не хватает витаминчиков и летом замечательно то есть это мой любимчик из таких вот более сложных красавиц love potion мне кажется я его последнее время в каталогах не вижу это пугает может быть его тоже там пытается снять почему-то как что-то вкусненькое хорошенько она держится не так долго но этот держался долго в каталогах надеюсь еще и будет потому что тоже очень интересно очень красиво я его на себе чувствую там насколько я помню присутствует какао или кофе ну в общем что то такое на самом деле съедобное гурманское вкусненькое и в то же время изысканно такое женственное и даже даже я бы сказала сексуальное из всех что я вам сейчас тут вот показывала аромата мне кажется вот этот как раз сексуальный она не даром него такое название сам флакончик тоже такой прелестный замечательный в общем один из любимчиков ну и конечно не могу никак обойтись без своего тоже фаворита рефлеймовская это giordani gold essence ну для меня это вот сплошные апельсины апельсиновые цветы красота такая теплое тосканское лето жаркое итальянское и просто очаровательный садится на меня просто как как бывает идеально платье садится так этот аромат на меня также идеально садится очень мне нравится даже моя подруга где где-то так сказать однажды мы шли мимо мы друг друга не заметили она почувствовала этот запах и по запаху повернула голову в мою сторону и сказала о вот отказывается от кого так вкусно пахло очень хороший аромат есть его на мне так вот заметили то он достоин еще один новый любимчик гучи флора со словом гламурная магнолия потому что есть у меня горденья тоже горденья не пошла вначале показалось вкусненько сладенько интересненько и потом показалось скучненько и банальненько и какой-то еще а вот магнолии есть легкая то ли горчинка то ли как это зелень проскальзывает но то есть не совсем банально довольно интересно вот буду разнашивать то есть пока она меня тоже в тех которые отложены на носку летом и последние мои два любимых аромата которым даже сложно отдать пальму первенства кто из них так сказать более мне мил и любим потому что шанель шанса словом тендеры я люблю давно и он у меня постоянно и вот это новая большая при большая бутылочка которая тоже уже использована наполовину даже более наверно чем наполовину потому что он у меня и впервые в мир я к сожалению на себе его чувствую первые 10 минут но все остальные его на мне достаточно долго чувствуют и приятно что у людей тоже складывается такое впечатление обо мне по этому аромату надеюсь это тоже как бы того стоит замечательный остальные мне тоже не так пошли из этой серии но вот этот лег просто как родной и открытие вот это то что новенькая это что очень понравилось и я знаю что сейчас эта марка байреда тулыпа вообще вот эта марка она стала популярна у нас ее в риге есть скажем так открылся такой нишевый отделов спицы и я конечно потестила там все остальное но вот все остальное не зацепила а вот это был и первый аромат которым я познакомилась и он какой-то восхитительно цветочно потрясающий тюльпан или нет я даже не могу сказать но это есть такое ощущение что как старый старый добрый знакомый который ты встретил снова и ты рад этой встречи и все замечательно потому что как будто бы этот аромат был известен как будто бы я его знала и знала вот и вот теперь он опять со мной обожаю его наверное может быть отдадим ему первое место флакончик еще полный потому что это из тех случаев что он так нравится так нравится что я даже не пользуюсь им чтобы он не кончился быстро вот это уже по моему совершенно такое парфманиачное состояние но бывает я знаю такие ну вот вот так действительно наверное по сравнению с теми видео которые меня были ранее состав немножко духов изменился хотя что-то так сказать повторяется конечно хотелось бы многие ароматы и заново открыть для себя и продолжить знакомство вообще с какими-то неизвестными мне брендами ароматами но даже если использовать их каждодневно по несколько раз день меняя все равно их уже меня становится многовато поэтому буду наверное скоро размусыривать свою коллекцию если так вообще кощунственно говорит так ароматах но я думаю что они для того и существует чтобы их носить а не хранить и вот это у меня будут самые такие носибельные ближайшее время ну не знаю может быть чем-то смогла вам помочь в подсказке на что обратить внимание и буду рада если что-то из этого вам тоже придется по душе всего хорошего пока пока до следующих парфюмерных встреч